Общественница Наталья Маслова подняла вопрос строительства муниципального водопровода на улице Калинина в Варваровке. Положительный опыт есть на улице Заводской. Участвовали жители и власти. Жители приобретали материалы, технику выделил депутат, монтаж делал водоканал, люди с водой. Ну там 250 метров было. А вот по улице Калинина, от 1 до 28 дома, там почти километр. Сегодня дома питает аварийный водопровод, принадлежащий винзаводу. Сергей Павлович поручил изыскать возможность и помочь людям. В прошлом году мы проводили собрание жителей улицы Калинина. И люди были согласны собрать деньги и даже за свой счет приобрести материал. Но им необходимо помочь выполнить эти работы. Что касается работы? Соответствует проект. Людмила Верещак пришла с просьбой отремонтировать участок дороги на улице Садовой в Субсехе. От Жолоба до Горной. Сергей Павлович, ну это то место, по вашему поручению сейчас проводим работы, где воду необходимо с Садовой отвезти, вот этот ручей. После этого отсыпем там часть. И в том списке эта улица также есть. Проект, который поможет решить проблему избыточных вод, готов. К его разработке по заданию главы курорта привлекли специалистов проектного института «Кубаньводпроект». Не откладывать, а приступать к реализации проекта с задания Сергея Сергеева. И людям скажите, сделаем его на отведение и сделаем дорогу. Все это будет в этом году. Об улучшении медицинского обслуживания Сергей Павлович говорил с жительницей Варваровки. Амбулатория у нас в Варваровке. Уже не будет никакой критики. Малая, в малой площади. Хотелось бы по возможности, конечно, если бы была такая возможность, то лучше бы новую. Временное решение строительства модульных зданий. Участок рядом со старым зданием есть. Сергей Сергеев наметил выезд в Варваровку совместно со специалистами, чтобы на месте принять решение.